При этом осень в этом году уж как-то очень резко заявила о себе. Синоптики утверждают, мол, такую неожиданную перемену зафиксировали всего-то в четвертый раз за 30 лет наблюдений. Республика в плену у северного циклона число обращений к врачам и психологам выросло в разы. Как пережить осеннюю непогоду, знает Наталья Юрина. Редкие лучи солнца за окном, небольшие просветы, прогноз погоды в Коме не радуют. В этом году осень ждать не пришлось. Последние теплые деньки были в августе. С наступлением сентября картина на улице кардинально изменилась. В отдельных районах Коме отмечались заморозки. Всему виной циклон с холодным арктическим воздухом. По прогнозам синоптиков в ближайшее время к дождю добавится снег. Смена восточных масс не предвидится. В ближайшие две недели холодный характер погоды сохранится. По территории будут перемещаться циклоны и еще и дожди будут. И к дождям уже будет примешиваться снег. Крайне редко такое наблюдается начало сентября. За последние 30 лет это только четвертый случай. В 90-е годы это 93-98 и последний раз это 2008 год. Начало сентября было таким холодным. Больных по осени считают невзрачная погода влияет на организм. В больницах на приемах к врачу очередь возрастает в разы. Из-за ослабленного иммунитета начинается сезон гриппа и простуды. Обостряются хронические заболевания. В период пандемии в осенний период особое внимание следует уделять витаминам. Восполнить нехватку теплых лучей помогут витамины С и Д3. Последний в период пандемии стал нарасхват. Недостаток солнечного, как его еще называют, витамина, может осложнить течение коронавируса. На сегодняшний день есть ряд работ, которые доказывают, что прием витамина Д улучшает течение коронавирусной инфекции. То есть он протекает более легко, протекает более легко реабилитация. Да, такие работы есть, поэтому принимать. И врачи после стационарного лечения его часто назначают. Все это знают с давнешних времен, что витамин С, да, он улучшает иммунитет, его поднимает. Соответственно, повышается способность организма сопротивляться вирусным инфекциям. Настроение напрямую зависит от четырех гормонов счастья. Эндокринологи отмечают в осенний период, возможно, небольшое отклонение нейромедиаторов от нормы. Уделить внимание врачи рекомендуют гормону сна. Мелатонин вырабатывается в темное время суток. Из-за уменьшения светового дня в организме этого гормона становится больше. Появляется сонливость. Для того, чтобы заполнить пробелы, необходимо правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться. Снижается эмоциональный тонус, да, хуже становится настроение. Может появиться какая-то апатия, меньше жизненных сил. Но всего этого можно избежать. Если оставаться, продолжать активным, стараться в течение дня, в светлое время суток, выходить на прогулку. Если получается, все равно очень пасмурная погода, в помещениях использовать дополнительные источники света. То есть днем находиться при свете. Ночью уже наоборот. После 21 часа лучше, чтобы человек не использовал дополнительные источники света. Дома свет приглушенный. Меньше использовать гаджетов, телевизоров, смартфонов, чтобы организм уже полноценно готовился ко сну. Придерживаться правильного распорядка дня советуют и психологи, и психиатры. Непогода на численность пациентов в Республиканской психиатрической больнице пока не повлияла. По мнению заводеления Никиты Галикаева, при плановом и комплексном лечении психиатрических заболеваний риск сезонных обострений отсутствует. Однако развитие депрессии в осенний период исключать не стоит. Под ударом люди молодого возраста. Учеба, работа после отпускного времени, сокращенный световой день и холод в совокупности могут поспособствовать развитию расстройства. Депрессия же это состояние несколько иное, чем просто усталость или утомляемость. Она характеризуется тем, что, во-первых, есть основная триада депрессии. Это снижение настроения, замедление мышления, замедление движения. Три основных симптома. Кроме этого, очень важно, что при апатии и обычной усталости человек не испытывает те симптомы, которые при депрессии испытывает пациент. Это ангидония, то есть потеря чувства удовольствия. Это болезненная потеря чувств. Человек не ощущает то, что ощущал раньше. Апатия, сонливость и плохое настроение в большинстве случаев – обычная хондра. Ее легко преодолеть. Психологи советуют посмотреть на ситуацию под другим углом и добавить в жизнь ярких красок. Пересмотреть гардероб, заняться творчеством, встретиться с друзьями. Можно добавлять эти яркие краски в свою жизнь. Можно гардероб осенний подобрать себе не серые, а какие-то черные. Там тона, как обычно у нас люди, укутаются что-то мешковатое и грустят. Что-нибудь яркое, что-нибудь красивое, чтобы смотреть на себя в зеркало, и у тебя поднималось настроение. Также осень – это отличная пора, чтобы заняться творчеством. То есть смотреть на краски природы. То есть посмотреть на с другой стороны. Не ой, какая серая лужа, а какие красивые листочки у нас на деревьях, разноцветные. То есть позитив добавлять. Потом, опять-таки, уютная осень. Посмотрите на это с этой стороны. Напишите себе список сериалов, которые можно посмотреть с любимыми. Позовите в гости друзей, побудьте с ними. В смену настроения от погоды отмечают и секты вкарсы. У каждого свой рецепт от осенней хандры. Слушаем хорошую музыку, занимаемся спортом, с друзьями общаемся. Вот гуляем, выходим из деревни, надо в деревню обратно ехать. Пить генфейн. Скучаю. А так, вроде, стараюсь держаться нормально. Телевизор посмотрю, там радио послушаю, почитаю газетки. У меня работа такая, что не позволяет грустить. Вот. Я работаю хармейстером, поэтому я всегда пою. Поэтому не грустить некогда. А у меня никогда плохого не бывает. А осень – это лучшее время года. По прогнозам синоптиков, потепление и солнечную погоду стоит ждать лишь в конце сентября. Жители коми для поднятия настроения рекомендации от медиков и психологов могут взять на вооружение. Главное – соблюдать режим, заниматься спортом, правильно питаться. И не забывать народную мудрость. Не можешь изменить ситуацию – измени к ней отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова